Девушки отдыхают Есть много информации, которая, к сожалению, нам бывает не всегда доступна, ну не обижайтесь, не в плане нашего умственного состояния, а в плане умения получить эту информацию и переварить Итак, Ирина Соловьева, глава общественной организации «Чистая Одесса» и сегодня тема нашего разговора, женсовет, доступны ли доступные лекарства, работа над ошибками Вот, в принципе, в прошлой передаче мы говорили по поводу того, каким образом получать бесплатные лекарства, можете в Ютубе найти, посмотреть, вот, и сегодня мы теперь будем говорить о доступных лекарствах Да, это оно и есть, это та же программа, о ней же будем говорить В прошлый раз мы дали алгоритм, мы выписали, да, какой этот путь и провод, что нужно сделать, какие шаги для того, чтобы получить лекарства Был задан вопрос, Ирина, как все хорошо, где, в чем подвох? И я тогда смело ответила, подвоха нет, пользуйтесь Благодаря обратной связи, вот, получаются какие-то пояснения, какие-то наработки Это необходимая связь Почему? Потому что, вот, были сигналы, люди действительно проделали правильный путь И теперь мы можем дать свои рекомендации той же депутатской комиссии, да, либо в департаменте охраны здоровья Сказать, что мешает людям, какие есть преграды, потому что программа реально очень нужная То есть, эту тропинку надо заасфальтировать? Да То есть, она протоптана, но теперь ее надо, так сказать, сделать более... Да, ни один проект не может быть идеальным сразу, да, нужно пройти этот путь Один раз, два раза, три раза, для того, чтобы увидеть эти камешки, которые мешают их отодвинуть Либо обойти И, вы знаете, есть полное понимание и с депутатами комиссии по здравоохранению И с департаментом охраны здоровья Была встреча с представителями этого департамента, замечательнейшая, просто душевная Надежда Викторовна Так болеет всей душой за то, чтобы эти миллионы, выделенные на эту программу, все-таки дошли к цели Для того, чтобы все было комфортно, удобно и для одесситов Это вот беседа была, действительно, на одном дыхании Множество новых знаний И что самое главное, мы пришли с чем? Мы пришли с вот этими вот, такой какой-то агрессией, да, чем люди недовольны И, вы знаете, она принимает, она слышит И мы вместе, мы должны с вами, с одесситами найти вот эти вот пути разрешения Почему? Потому что прописывалась, даже вся украинская программа прописывалась там, наверху Здесь, здесь мы должны сказать, а что же нам помешало Здесь есть исполнители Кто, кто обычно враг всем благим начинаниям? Какая-то вот мелкая сошка, какой-то чиновник или еще чего-то Но здесь что? Человеческий фактор тоже играет очень важную роль Какие были сигналы? Сигналы такие, что кому-то семейный доктор не хотел разъяснить, что это Но для этого есть мы То есть мы дали эту информацию Человек уже сам может, грубо говоря, потребовать вот этот вот рецепт на получение бесплатных лекарств Я вот, кстати, извините, на секундочку перебью Хочу обратить ваше внимание, что вот в то время, когда будет появляться Ирина Титр Вот, а собственно, ее вы можете в Фейсбуке очень легко найти, Ирина Соловьева Вот, и там в Титре указан ее телефон Вот, вы запишите, потому что она человек совершенно публичный, открытый И в соцсетях, и по телефону она Она, во-первых, мы договорились, что она будет собирать проблемы Не обязательно связанные со здравоохранением Вот, но то, что связано вообще с нашей жизнью Но я еще так со слухом, может быть, запишите И потом я еще повторю телефон 073-04-07-425 Кому как удобно, можно в Вайбере сообщением В общем-то, не всегда смогу я ответить Ну, разъяснять, всегда найдем, как отзвониться и найти друг друга Ирина, ну, я так понимаю, что одна из проблем Да, понятно, что не все семейные врачи, может быть, да, им лень Вот такие, так сказать, выписывать рецепты на бесплатное получение лекарств Нет, даже неправильное слово Здесь это преступно, нет Мы должны сделать все, чтобы, ну, не было вариантов Вот будь я таким нерадивым семейным доктором Я бы, первое, у меня отговорка была, у меня бланков нет Ну, как это, ну, как это нет бланков Для этого есть телефон И тут же последует реакция Нет, я не думаю, не будет у нас Это, ну, мы все-таки вышли уже Я думаю, выходим из Советского Союза А с другой стороны, все-таки довозы лекарств в аптеке Давайте, да, к этому подойдем Значит, что есть действительно проблемой Смотрите, мы показывали, как должен выглядеть этот правильный рецепт Это действительно несколько печатей И разъяснит, никуда не денется семейный врач Куда от нее, к ночмеду или куда получить Круглую печать, в общем-то, человек прошел эти все инстанции Получил этот рецепт И он идет в аптеку со значком «Доступни лики» И, как правило, там очередь Действительно, мы убедились, люди не зря брюзжат Стоит очередь И пока человек не подойдет к его очереди Он не знает, есть ли на сегодняшний день Вот это выписанное лекарство Как я говорила, на сегодняшний день рецепт действует только месяц О чем мы проговорили и вот в том же департаменте охраны здоровья Такая есть идейка Нужны элементарные стенды информационные Какие лекарства есть в наличии из этого списка Все, человек не станет в очередь Увидев, что сегодня этого нет Дальше он на телефоне и узнает Появилось, пришел опять-таки Но это же очень просто Это не затратно совершенно Это элементарно, но это очень поможет Ведь этим пользуются в основном люди Престарелого возраста Но тяжело им лишнее время потратить здесь Что еще очень интересно Может быть провести такую процедуру Чтобы эти люди принимались без очереди Там будут в основном все люди Определенного возраста И проблемные Сложно им будет стоять Поэтому этот информационный стенд И помощь какого-то, может быть, еще девочки Которая поможет прочесть есть, нет Но это очень просто Это элементарно Будем над этим работать Возможно, первый стенд мы сделаем сами Будем над этим работать И очень отрадно, что подключился Действительно, это элементарно Это просто делается такой небольшой плакат Идет перечень всех вот этих, так сказать, лекарств Которые отпускаются бесплатно А справа просто маленькая окошечка Где меняется бумажечка Есть, нет Есть, нет Все, и каждое утро открывая аптеку Проставили Это реально элементарно Но очень Целый на бензин, курсы валюты Масса информации В магазинах там бегущей строкой пишут Постоянную информацию Потому что Одессфарм участвует в этом точно И еще другие коммерческие аптеки Подключились тоже к этой программе Но на коммерческие аптеки сложно влиять Одесскому городу Ну, все постепенно, я думаю Вот, я же говорю Возможно, мы будем сами инициаторами Подключился к этому Очень заинтересовался депутат городского совета Это член постоянной комиссии по здравоохранению Виктор Новак оказывает всяческое содействие Информационное То есть, интересно Есть такая задумка медицинского контроля Медицинского патруля Так что, проектов интересных много Я думаю, что мы вместе придем к тому Что это будет доступно не на бумаге Это будет реально доступно в жизни Потому что, ну, это нужно Это спасает реально жизнь И самое главное, действительно Вот информационный голод, как правило То, что нам часто мешает Ведь аптек у нас сейчас По-моему, больше, чем других Различных магазинов и продовольственных Супермаркетов Потому что возле моего дома Там на первом квартале Пироговской На одном маленьком квартале Пять аптек А бедные эти старики и старушки Они же не всегда может быть даже Вот мы говорим о том, что есть специальный значок На котором написано Бесплатные лики Да, вот Специальный такой Доступные лики Вот Специальный такой логотип Может быть, действительно, сделать Централизованным образом Их очень яркими Какими-то очень крупными Чтобы это витрине было видно сразу Но я думаю А с другой стороны Если они первый визит совершат Они уже будут знать Какие аптеки в его районе Очень удобно то, что они есть уже Ну, поликлиники Раньше это называлось В наших поликлиниках А сейчас это правильно называются Центры первичной медико-санитарной помощи Вот здесь же получил человек этот рецепт И здесь же спустился Отоварил его, грубо говоря Вот Поэтому хотя бы здесь Вот при этих поликлиниках Ну, очень нужны эти стенды Там это очень востребовано Потом о чем хочу сказать Какую еще хотелось бы обратную связь Это тоже очень важно За этим проследить Обязательно в каждом медицинском учреждении На видном месте Должен быть информационный стенд Который извещает о программах Это и городская программа здоровья Направленная на то же самое Тоже на экономию средств На бесплатные услуги медицинские На бесплатные лекарства На скидки определенные Это тоже очень хорошая целевая программа Здоровье принято нашим Одесским городским советом И о программе Доступнее вики Обязательно нужны стенды И если его нет Либо если этот стенд Сама видела в одном учреждении Пока не буду говорить о ком Надеюсь, что они исправятся Не исправятся Тогда будем уже говорить громко Это не стенд Это профанация Это ксерокс с сайта Министерства здравоохранения Очень некачественный Половина букв стерта А то, что и не стерта Таким мелким почерком Что, извините, бабушка не прочтет О каких заболеваниях идет речь Что она может попросить Потребовать у семейного доктора Поэтому просьба Опять-таки мы будем за этим следить Наша общественная организация И думаю, что Виктор Новак Поддержит нас в этом Будем следить для того Чтобы эти стенды были яркими Бросались в глаза И очень информативными Вот об этом хотелось бы сказать Я не хочу сказать Бойтесь нас Я хочу сказать Что мы вместе идем В цивилизацию Нет, я бы сказал Я не хочу сказать Бойтесь нас Я хочу сказать Очень сильно нас бойтесь Пожалуйста Нет, ну действительно Придавать гласности Вот нерадивых людей Действительно каждый В своем, так сказать, болоте Свой кулик Он по-своему себя ведет Но в любом случае Я так понимаю Если вы постоянно теребите Органы здравоохранения То они, наверное, додумаются До того, чтобы нужно Периодически На совещании же проводят Всякие совещания Не собирают главврачей И так далее С ними беседуют Проводить вот такую работу Чтобы они проводили Работу в свою очередь Со своими семейными докторами И держали это на контроль Конечно, конечно Чтобы это не оставалось без внимания Обязательно Важна информация Мы будем постоянно Говорить об этом Мы, опять-таки Есть задумка Выполнить Изготовить Такую методичку Небольшую Опять-таки Яркую Которую Вот бабушке Будет удобно прочитать Что она должна сделать С каким действующим Веществом Лекарства Можно по этой программе Получить И здесь И по программе Нашей местной Здоровье Потому что Хочу зацепить Понимаю, что времени мало Но Еще 11 минут Зацепить эту программу Здоровье Просто очень хочу Почему? Потому что Ну Такое Ну Вот просто Как в коммунизм Попадаешь Читаешь Эту программу Выделено Больше 200 миллионов На три года Только на этот год 86 с лишним миллионов И это Эти могут пользоваться Одесситы И очень хочется Чтобы они знали Где, как, чего Требовать А мне кажется Чем информирование Будут одесситы Тем меньше Утаивать будут Врачи Вот и все Все очень просто И Все в наших руках Я так считаю Ну утаивать-то им Смысла нет Ну разве что Я опять повторю Может быть неправильное Сказать слово Но это скорее Из ленности Просто Вот из такого Такое немножко Отношение Не очень заинтересованное Но вот эта Программа Вот чтобы еще раз Понимали наши телезрители Программа Значит Доступные леки Это Общего государственная И городская программа Это другая программа А вот эта городская программа Это вот не то что связано Что ты видел В аптеке Там бабушки С какими-то карточками Там подходили Это не она Или это Это не карточками Это Ну один из пунктов Этой программы Больные Пенсионеры С Заболеваниями сердца Могли Два по цене Вернее Половину 50% Скидки Сейчас Пересматривается Этот пункт Программы Почему Объясню Тоже Спасибо депутатов Что они Это все Мониторят Спасибо Горздраву Что следят Что вот Вышла эта программа Доступные леки И там Сердечно-сосудистые Заболевания Входят В эту программу То есть Бесплатно Можно получать Лекарства Зачем же городские средства Направлять на половинную Да Покрытие То есть Теперь там освободилось Больше миллиона Гривен И этот миллион Уже можно Перераспределить На другие заболевания Вот сейчас На последней комиссии Было принято Я считаю Совершенно Правильное решение Если сессия поддержит То уже с августа Месяца Этот миллион Двести Будет выделен На нашу Инфекционную больницу На закупку Лекарств Потому что Лето Одесса Арбузы Общепит Море Инфекционка Ну Множество Да Прелестей Всяких И Теперь Миллион Двести Дай бог Уйдет туда На то Чтобы Закупить Лекарства И одесситы Могли Пользоваться Этим Бесплатно Что еще Очень важно Из программы Здоровья Мы будем еще О ней говорить Там Интересно Очень много С июля Месяца Заработала Программа Трех дней В больницах Пока пилотный Проект В первой И одиннадцатой Городской Больницы В реанимации Первые Три дня Абсолютно Все лекарства От и до За счет Городских Средств Это ли не замечательно Скажите пожалуйста Ведь именно В первые три дня Это когда вопрос Жизни и смерти Это тот период Когда Ну Всех родственников Ставят на уши Надо спасти Надо лекарства Нужны деньги А Благодаря этой программе Это будет Для каждого Не только одессита Кстати хочу сказать Это Ургентные Больные Которые Попали в эти Городские Первую и одиннадцатую Пока Больницы Из области Либо Просто Вот попал Ну беда Вот все Кто попал Больные Будут Все лекарства Будут бесплатные Сталкивался С такой ситуацией Родственница Одна попала Ну не спайка была Короче Нужна была Срочная операция Это было Что-то часа в два ночи Ну как нарочно На хозяйстве Не было тогда денег Вот Ну прилетели туда А они же уже выходят Тогда выходили С таким списком Иди в аптеку Покупай А ее уже Вели уже Готовили к операции И что делать Ну позвонил маме Она ходила ночью В два часа ночи В полтретьего По подъезду По всем знакомым Бабусам Ну там в дом В основном Живут ветераны Военно-морского флота В основном Коллеги папины И она ходила По рубчику Собирала эти деньги Я мотался Забирала Привозила А тут действительно И надо было это срочно Потому что вот Уже человек Подносим надо Вот о чем хочу сказать В приемном отделении Этих лечебных заведений Обязательно Должен быть Большой информационный стенд В котором говорится О том Какими Вот привилегиями Да Сегодня у нас пользуются Люди Попавшие в такую вот беду Я считаю Что это Вот просто Вот неоценимая Да Вот такая вот Вещь И Спасибо за это Уже С первого июля Боюсь, что все-таки Вы знаете Буду стоять палки В колеса Не секрет Мы часто Не удивляемся Почему врач Выписывает рецепт На каком-то Фирменном рекламном бланке Там Какого-то определенного Не будут этих рецептов Эти лекарства И он говорит Только вы покупайте Не в этой аптеке А вот в этой аптеке Значит человек сидит На чем? На откатах Это понятное дело Буду с вами спорить Дело в том Что эти лекарства Уже находятся В больнице Они с определенными Красными штампами Чтобы они не ушли Назад в аптеку Вот И никаких рецептов Вам уже не будут давать Не дай бог Не буду говорить О вас Попавшему в беду Не будут давать Это уже есть В наличии В больнице Поэтому если что-то Не так Опять-таки Телефон есть Есть у нас Депутат Новак Есть общественная организация Чистая Одесса Мы тут же будем реагировать И я думаю Я уверена Вернее Пообщавшись Да С Надеждой Викторовной Что реакция будет Незамедлительной На какие-то Об ожоговом отделении Мы говорили Это архиважно Я так считаю Там вообще идет Время на минуты И это просто необходимо Вот Поэтому Ну подключайтесь Одесситы Дорогие Вот все Все в ваших руках От ваших знаний От вашей реакции Зависит Многое Я не устаю Об этом повторять Что Люди не должны Опускать руки Люди должны верить в себя И они должны знать Что от них Зависит очень много Ну а мы со своей стороны Вместе с Ириной Будем постоянно Возвращаться к этим темам Буквально Извините за грубое слово Втемяшивать вам в голову Что вы имеете право На бесплатные лекарства Да Вы можете получить Вот эту помощь Гарантированную Как общегосударственной программой Да Доступной леки Так и городской программой Вы услышали эти цифры Сотен миллионов гривен Которые выделены Под эти программы И действительно Тут надо только Поднять голову Так сказать И почувствовать себя В конце концов Человеком У нас Три минутки С половиной Еще до окончания эфира Я сейчас еще раз Повторю Телефон Ирины Вот пока Берите быстренько Бумажечку Берите ручку На обрывке газеты Где-нибудь запишите Вот пока я это говорил Думаю что в ручку Уже взяли в руки Значит пишите телефончик 073 04 07 425 073 0407 425 Ирина Соловьева Ну Ирина можете найти В соцсетях И телефон еще в титре Будем повторять Еще до конца Передачи Пожалуйста Увидите в титре Этот номер телефона А я пока еще Осталась минутка Хочу сказать Что в разговоре Я уже говорила Что мы нашли взаимопонимание И Надежда Викторовна О чем сказала И на чем настаивает Если человек Столкнулся С какими-то Будет наказан кто-то Решится Вопрос Индивидуально Кстати А где городской департамент Здравоохранения Нету Вот вы Совершенно спокойно Можете попасть Под эту программу Значит Работа над ошибками Шаг первый А нет Предварительный шаг Еще так сказать Из-за такта Начинаем Вот это Общегосударственная программа Доступной линии Какие заболевания Это сердечно-сосудистая Это сахарный диабет Второй степени И Сейчас Одну секундочку Третье Третье Это действительно Важно Не упустить Может быть что-то Связано с эндокринной системой Да-да-да Заболевания эндокринной системы Да Все правильно Эндокринологические заболевания Сахарный диабет Второй степени И сердечно-сосудистые Вот если Вам нужны лекарства От таких заболеваний Значит Вы идете в поликлинику Бывшую Которую сейчас называется Центр Медико-санитарной помощи Находите своего участкового Врача Которого Как мы раньше себя называли А теперь он называется Семейный врач Вот И говорите ему Мне нужно Выписать На специальном бланке Мы в прошлой передаче показывали В ютюбе найдете Можете посмотреть На специальном бланке Выписывается вам Рецепт на получение Этих лекарств Там несколько печать Там красная печать Ставится Нет там штук 5 Печать И ставится Вот И узнаете адреса Тех аптек Потому что не во всех аптеках Не все аптеки работают Под этой программой Найти аптеку С этим логотипом Где написано Доступные лики Вот Ну можно будет Справиться в конце концов И в поликлинике Вот Или там В интернете поискать Вот И Идти и получать Эти лекарства Вот Единственное Да Может быть такая загвоздка Придется может быть потерпеть Потому что Эту программу И они получают Эти лекарства Они достаточно быстро Их выбирают Но мы же одесситы Вот Мы всегда находим Общий язык И за прилавком магазина И на привозе И в аптеке Где можем узнать У девочек номер телефона Да Или просто узнать День завоза Потому что есть определенные дни Когда подвозят лекарства Значит День завоза Подойти Стать чуть пораньше Прийти и получить лекарства Есть сейчас Недостача Уже Разжижающих Об этом мы сказали И подтвердил Это Горздрав Есть Еще Еще проблема С ингаляторами Я думаю Чем больше будет Вот такой обратной связи Да Вот Я не могу это Получить никак А я вот это не могу Мы будем долбить Вы будете долбить И все То есть Есть у нас Ирина Палочка-выручалочка Ее телефон Мы вам сказали Есть у нас Горздрав на Коблевской 13 Идите туда Жалуйтесь Ну и смотрите Наш проект Продолжение Каждые две недели В среду В 18.30 То есть Через две недели Мы встречаемся Потом повторище Вы видите Передачу Подсказывайте темы Да Звоните нам В эфир Подсказывайте темы Кстати Сегодня Почему-то Никто не позвонил А могли бы Вот В гостях У нас была Ирина Соловьева Глава общественной Организации Чистая Одесса С нашим проектом Жен-совет Спасибо вам Спасибо Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok